Мы продолжаем чтение книги «Вечный мир» Хеюлям, Рава 1 Эвен Исраэль Штензальц, Зихраноц Адик Левраха. Мы начинаем чтение комментариев книги «Шмот». И сегодня мы прочитаем комментарии и беседы, посвященные главе Торы, книги «Шмот», главе «Шмот». В первой книге Торы «Борейшит» мы знакомимся с историей про отцов еврейского народа. Вначале Авраам, затем Ицхак и, наконец, Яков и его дети. В сущности, это истории частных лиц. Во второй книге «Шмот» в центре повествования впервые оказываются не отдельные личности, но народ, как единое целое. Так начинается новая история народа Израиля. Правда, «Шмот» уделяет много внимания жизнеописанию Маше. Однако, повествование о нем – это в сущности лишь необходимое дополнение к рассказу о возникновении народа. Личная история Маше имеет второстепенное значение. Несомненно, истории книги «Борейшит» очень важны. Они имеют значение для любого из нас. Как сказано Танхума Лех-Леха 9, Рамбан к «Борейшит» 12.6, цитата, «Поступки отцов – ориентир для потомков», а нет цитаты. Но, тем не менее, они ограничены частной жизнью. В книге «Шмот» Тара переходит к крупномасштабным темам, описывает происходящее со всем народом. Поэтому редкие вкрапления в виде истории частных лиц заслуживают особого внимания. Исход. Центральная история книги «Шмот» – это, разумеется, рассказ об исходе из Египта, о пребывании под гнетом и выходе на свободу. Исход является центральной темой не только книги «Шмот», но и всей еврейской жизни в целом. Заглянув в молитвенник, мы увидим постоянные упоминания об этом событии. О нем говорится и в те дни, которые явным образом с ним связаны, такие как Песах и во все другие праздники – Шевот, Сукот, Роша-Шанай и Йом-Кипур. Даже освящение каждой субботы включает в себя упоминание о нем. Египетское изгнание, исход – экзистенциальная основа нашего бытия. Изгнание и избавление циклично повторяются вновь и вновь на протяжении истории еврейского народа. Изгнание, избавление, вновь изгнание. Тот первый исход сформировал изначальную модель, которая будет многократно притворяться в жизнь. Более того, модель, в кавычках, изгнания и избавления лежит в основе универсальных процессов, задающих основу происходящего не только с народом Израиля, но и со всем человечеством. Она может реализовываться в неочевидных формах, иначе проявляться, но неизменно воспроизводится в основных событиях человеческой жизни, в различных аспектах бытия. Итак, жизнь неминуемо проходит этот цикл. Одни люди 60 лет пребывают в Египте и 10 лет в пустыне, другие 40 лет в Египте и 40 в пустыне. Некоторым достается более щедрое распределение их пребывания в изгнании кратковременно, а большая часть жизни приходится на этап избавления. Но в целом круговорот человеческой жизни всегда устроен именно так. Она состоит из этапа изгнания, со всеми присущими ему трудностями и сложностями, и из этапа избавления, преодоления этих проблем. Этот цикл повторяется вновь и вновь. В научном мире принято говорить о, в кавычках, базисных структурах. Все происходящее в реальности является лишь повторением, воплощением этих изначальных моделей. Скажем, существуют разные способы соединения материи, которые верны независимо от того, о каком веществе идет речь. Будь то простое вещество, как соль, или сложное, как гормон, в нем непременно окажутся повторяющиеся базисные структуры. Цикл изгнания и исхода можно сравнить с подобным явлением, которое в миниатюре воспроизводится вновь и вновь, как в общем виде, так и в деталях. Простой смысл ежедневного упоминания об исходе не ограничивается воссозданием определенных исторических событий. Именно так структурированы не только жизненный цикл в целом, но и повседневность нашего бытия. Такой круговорот лежит в основе всей нашей жизни. В этом смысле исход действительно выделяется по своему масштабу из всех прочих рассказов Тора. Это центральная история всего сущего. В принципе, в Торе даны две архетипические истории. Творение и исхода. История творения описывает структуру, которая возникнет в совершенном виде. Таков идеальный мир райского сада приходит к кризису, в ходе которого приходится искать возможности для его преодоления. Это великая история, охватывающая все сущее. Однако мы не сталкиваемся с ней в обыденной жизни. Окружающая нас реальность не построена по образцу райского сада. Мы живем в мире, который далек от совершенства. Важно знать о существовании этой модели, в которой мир начинается с идеала, но и личный опыт индивида, и жизнь всего человечества строятся не по этой схеме. Мы рождаемся на свет в мире, основанном на истории исхода. Мы погружены в бытие изгнания, полные сложностей и проблем. В этом мире нам и предстоит действовать, направляя все свои усилия на достижение избавления. Значение изгнания Мы видим, что и в рамках нашей истории, и в масштабе всего мира, изгнание, голод, это не случайная ситуация. Тем важнее является его осмысление. Понятно, что речь идет о малоприятном аспекте реальности, являющемся источником разнообразных жизненных трудностей. Но какова его суть? В чем основная проблема, получившая свое выражение в подобном состоянии? Изгнание имеет самостоятельное значение. Оно определяется не географическими параметрами. Это не просто вынужденное пребывание за пределами страны Израиля. Говорят о том, что наш народ пребывает в Галуте. Мы даем определение не сводящейся характеристики местонахождения. Галут – это состояние, ущербное само по себе, а не только в связи с географией. Можно рассматривать проблематику изгнания сквозь призму сказанного в Писании. Цитата. «Пришельцами будут твои потомки в чужой стране». Конец цитаты. Боришит, 15-13. Пребывание на чужбине. Когда действительно начинается изгнание, на этом этапе, когда, в кавычках, они будут им служить, а те будут их угнетать. Конец цитаты там же. Это простой критерий. Человек переселяется в чужую страну и видит, как к нему относятся. Если ему учинят всяческие препоны, значит, это изгнание. Если нет, то это благополучное пребывание в иной стране, в кавычках, за границей. Но когда можно сказать, но тогда можно сказать, что сегодня галут – это жизнь в Сирии, а в Америке нет. Ведь там не осуществляется, в кавычках, они будут им служить, а те будут их угнетать. Представляется, что суть изгнания связана с иной, более фундаментальной проблемой. Ее можно коротко выразить следующим образом. В изгнании ничто не занимает своего места, не пребывает там, где следует быть. Людям часто приходится жить не на родине, а в других краях. Возможно, что на новом месте человек сталкивается с определенными неудобствами, но это еще не означает, что он оказался в изгнании. Когда в наши дни француз переезжает из Бордо в Квебек, он становится в кавычках пришельцем в чужой стране, но это не является сущностной проблемой, формирующей состояние изгнания. Если перенести карпа из родного пруда в соседний, то, возможно, ему предстоят определенные трудности акклиматизации, но для него не имеет принципиального значения, в каком из них жить. Однако, если его вынимают из воды на сушу, где бы это ни было, как бы к нему при этом не относились, карп попадает в место, которое не подходит для него по своей сути. Отдельная личность или часть целого Египетское изгнание прошло несколько стадий. Евреи провели в Египте сотни лет, и далеко не все это время они находились в изгнании, по крайней мере, в простом значении этого слова. Яков и его дети переселились в Египет, стали там пришельцами по своей доброй воле. Когда же началось изгнание, где пролегла граница разделяющая разные состояния. Видимо, порабощение в Египте началось лишь тогда, когда фараон сказал народу своему, цитата, «Вот народ сынов Израиля многочисленней и сильнее нас». Конец цитаты Шмот 1.9 Началом изгнания явилось восприятие египтянами евреев как инородного тела, чуждость которого для них стало явственно ощутимой и враждебной. Пока к евреям относились как к отдельным людям, а не в кавычках народу сынов Израиля, они не жили в изгнании, они были просто чужеземцами. В каком-то смысле определение ситуации как изгнание зависит от того, воспринимается ли человек как часть целого или как индивид. Сколь велико бы ни было количество отдельных лиц, живущих в чужой стране, они являются лишь чужеземцами. Однако, когда речь заходит обо всей совокупности, о целом народе, находящемся в месте, которое его не приемлет, это уже изгнание. Поэтому один из способов, к которым прибегали жившие в изгнании евреи, чтобы разрешить эту проблему, состоит в попытке игнорировать свою идентичность, добиться того, чтобы к ним относились исключительно как к отдельным личностям. Такой еврей скажет, в кавычках, да не по своей воле я родился у еврейских родителей, но я не являюсь частью еврейства. Кавычки закрываем. Ведь если ему удастся сделать так, чтобы его не идентифицировали с остальными евреями, то хотя он по-прежнему будет находиться в чужой стране и отличаться от ее аборигенов, это будет уже только его личный проблем. Несомненно, и в египетском изгнании были евреи, которые шли таким путем. Представим себе ассимилированного еврея, который спокойно живет в Египте уже в третьем поколении, и вдруг его забирают на принудительные строительные работы. Разумеется, ему совсем не по душе новые указы. Как же он поступит? Первым делом он подумает о том, как можно продвинуться, стать простым надсмотрщиком, потом надзирателем, и далее по лестнице должностей, поднимаясь, по которой обеспечиваешь себе все более комфортные условия личного существования. Этот еврей подходит к создавшейся ситуации, как к личной проблеме отдельного человека, связанной с его местом и состоянием. Именно так он и пытается ее решить. С его точки зрения общее положение дел в конечном итоге нормально, поэтому если лично он оказался в неудобном положении или перед ним стоит какая-то неприятная проблема, надо подсуетиться и лучше устроиться, тогда все встанет на свои места. Осознание изгнания и избавления. Тот, кто относится к себе исключительно как к частному лицу, никогда не выйдет из Египта, он всегда сможет убедить себя, что лично ему хорошо, а раз так, зачем что-то менять. Избегая осмысления своего положения, такой человек не воспринимает свое нынешнее состояние как изгнание, а между тем, лишь осознание этого представляет шанс совершить исход и вступить в землю обетованную. Осознание начинается с того чувства, иногда оно проистекает изнутри, а иногда навязывается что стоящая перед тобой проблема не носит частный характер, что эта общая проблема не соответствует. Когда же ты понимаешь, что оказался в изгнании, вопрос уже не в том, как добиться тех или иных внешних изменений в окружающем мире, а в том, как покинуть это место. Это заставляет понять, что необходим полный переворот, кардинальное изменение основ существования существующего порядка вещей. Тот, кто считает себя чужестранцем, может полагать, что ему достаются худшие рабочие места только потому, что у него нет гражданства этой страны. Тогда он постарается получить паспорт и удовлетвориться этим. Только ощущение своей полной непричастности к месту пребывания может побудить человека и народ к тому, чтобы его покинуть. Лишь это приведет к осознанию того, что базисной проблемой является изгнание, а это в свою очередь вызовет стремление к кардинальным переменам. Исход требует коренных перемен, поскольку избавление является революцией, изменением самих основ существующего миропорядка. Это важно понимать в связи с простым и актуальным вопросом. Действительно ли каждый приезжающий в Израиль выходит из Галута? К примеру, что происходит, когда человек приезжает из Майами-Бич в еврейский город Иерусалим? Обычно он идет на этот шаг потому, что там ему было неудобно, воздух на побережье иногда слишком уж влажен, и в итоге отдает предпочтение сухому иерусалимскому климату. А возможно им движут иные причины, он хочет отдать детей именно в школу бельских хасидов, а в Майами-Бич таково еще нет. Как бы то ни было, он приезжает в Иерусалим и все налаживается. Во всех других аспектах принципиальной разницы между двумя этими местами для него нет. Базисные законы, по которым строится его жизнь, не меняются. В таком случае то ли изгнание не было настоящим изгнанием, то ли избавление не стало настоящим избавлением. Два состояния изгнания и избавления приходят вместе, они взаимосвязаны. Уже само осознание того, что мы находимся в Галуте, является началом пути, ведущего к избавлению. Пока человек принимает правила игры в окружающей его действительности, как должное, он не в силах увидеть возможности исхода. Пока он воспринимает проблемы как личные проблемы индивидуума, он существует в реальности с общими принципами, к которым он согласен. В таком случае у него нет никакой причины стремиться к кардинальным изменениям. Только ощутив себя в изгнании, осознав, что окружающая ситуация в самой основе своей проблематична, человек может задуматься об избавлении, иными словами, о коренном изменении этой ситуации. Ситуация изгнания, возможность достичь избавления, таким образом, связаны с основополагающим вопросом о том, как человек воспринимает ту реальность, в которой протекает его жизнь. Приходя к выводу, что проблемы именно в ней, и что необходимо кардинально изменить ее с самых основ, он достигает уровня, на котором ему под силу положить начало процессу избавления. Мы завершили чтение комментария Рава Одиневен Исраэль Штензальзи Храноц Абик Левраха к недельному разделу Шмот. Текст прочитал Алекс Сапко. Мы продолжаем чтение книги Одина Эвен Исраэль Штензальц Захрано Левраха книги Вечный мир комментариев к недельным разделам Торы мы читаем книгу Шмот и сегодня мы прочтем комментарии беседы по главе Ваэра. Образ фараона В основе сюжета первых глав книги Шмот разделы Шмот Бешалах лежит противоборство двух сторон. Всевышнему противостоит фараон и в этом смысле можно сказать что именно последний является главным героем этих разделов. Поведение Маше понятно и последовательно. Оно определяется его ролью посланца Всевышнего. Образ фараона сложнее и интереснее. Он вызывает много вопросов. Одним из основных вопросов возникающих в связи с поведением фараона в книге Шмот является вопрос о том что собственно говоря с ним происходит. на него каскадом обрушиваются удары египетских казней. Почему же он реагирует столь неадекватно? Объяснение Торы цитата «Но Господь ожесточил сердце фараона» конец цитаты Шмот 9.12 только вызывает новые вопросы заставляет задуматься над тем что же лежит в основе происходящего. По этому поводу рассказывали что Рэбби Менахин Мендал из Коцка однажды выразил уважение к фараону цитата «Фараон злодей был настоящим человеком и после десяти казней он все стоял на своем нынешние же вольнодумцы в кавычках хлопы нажмет слегка на них жизнь бросают все свои гереси и начинают молиться конец цитаты тот что называется ведет себя в кавычках по-мужски несмотря на все удары продолжает отстаивать свои принципы этот подход проливает свет не только на образ фараона он помогает нам понять и другие образы злодеев в Торе в столкновении между Маше и фараоном мы естественно на стороне первого однако если оценить проявленную готовность к самопожертвованию то фараон окажется нам ближе Маше и Аарон исключительные люди пророки которые находятся в постоянной связи с Творцом в отличие от них фараон не пророк он более-менее заурядный человек такой же как мы разумеется не каждый окажется способен отдать приказ цитата всякого новорожденного сына бросайте в реку конец цитаты шмот 1.22 не каждый сможет столь упорно противостоять Всевышнему однако в том что касается душевных базисных склонностей фараон ничем не отличается от любого из нас в этом смысле образы злодеев увлекают не менее а может быть даже и более чем образы праведников мы можем гораздо лучше понять первых чем вторых даже если изучая писание мы ощутим жажду по пророческому дару это смутное чувство принципиально отличается от постижения психологии пророчества несмотря несомненно нам куда легче вникнуть в устройство души злодеев поэтому образ фараона его внутренняя сущность имеют для нас больше большое значение и нам важно попытаться понять его поведение и его реакции в чем раскаивается фараон фараон уже после первых казней кажется несколько растерянным он словно постепенно поддается давлению Маше однако после наказания градом его охватывает настоящая паника цитата «И послал фараон слуг и призвал Маше и Аарона и сказал им «На этот раз я согрешил Господь прав я же и народ мой виновный» конец цитаты шмот 9.27 что он имеет ввиду? если проследить развитие противостояния между всевышним и фараоном видно что оно имеет форму переговоров вначале фараон получает предложение освободить евреев на три дня чтобы те отпраздновали в пустыне эта идея не пришлась ему по душе и он ответил очень просто нет неудивительно что его отказ влечет за собой конфликт пока поначалу ограниченных масштабов который развивается принимая все более конфронтационный характер что касается предмета переговоров понятно что требования к фараону имеют символический демонстративный смысл требования отпраздновать праздник Господу в пустыне не сводится к просьбе о трехдневном отпуске это принципиальное требование признать за народом Израиля определенную степень автономии за развертывающейся борьбой стоит вопрос об установлении символического главенства что и сегодня является достаточным поводом для забастовок войн и революции фараон хочет утвердить свою власть поэтому не может согласиться на попытку поданных хоть как-то выйти из-под его контроля однако несмотря на принципиальный как видно из развития конфликта характер даже временного выхода на свободу данное требование становится предметом переговоров так или иначе Машея и Аарон после этого вновь передают фараону повеление отпустить еврейский народ а тот отказывается затем Всевышний поражает Египет казнями и фараон в конце концов дает согласие как порой случается при всяких переговорах и тех которые ведет наше правительство и тех которые ведут другие страны он тут же передумывает иногда он просто берет свое слово обратно а иногда прибегает к уловкам и выдвигает дополнительные условия фараон впервые признал свою неправоту и лишь после того как Египет был поражен градом однако его раскаяние обличено в крайне странную форму что именно имеет ввиду фараон признавая что цитата господь прав я же народ мой виновный конец цитата напомним что грешный царь Ахав под влиянием укоров пророка Элиягу раскаивается Малахим 1 21 27 цитата разодрал он свои одежды и наложил на тело власеницу и постился и лежал ночью во власенице и ходил тихо конец цитаты Но Ахав раскаивается в конкретных погрешностях ему действительно есть чем признать себя виновным между тем Маше вовсе не упрекает фараона в тех бедах которые тот причинил евреям он только требует цитата отпусти мой народ чтобы они служили мне конец цитаты шмот 9.1 к чему же относятся слова фараона цитата на этот раз я согрешил где же тут грех в чем состоит его вина подорвать самодовольство фараон с младенчества воспитывался не как обычный человек а как будущий владыка Египта в те времена в частности это означало что он видел в себе сверхъестественное существо Бога речь шла не об абстрактном теологическом догмате на этой концепции строилась вся его жизнь основывалось представление о мире когда человек растет считая себя Богом это сказывается и на его представление о справедливости он считает что его желание это и есть справедливость он не может не быть правее всех на протяжении десяти казней фараон проходит процесс трансформации своих базисных жизненных установок поворотным моментом в этом процессе является казнь градом в результате противостояния с Маше его впервые в жизни посещает мысль что возможно это он ошибался что и он может быть неправ для такого человека как он подобная мысль должна быть революционной подрывающей самую основу его бытия когда же он окончательно приходит к такому выводу и догадка превращается в уверенность это означает не просто получение новой информации фараон оказывается перед необходимостью заново пересмотреть всю свою жизнь переоценить все что делал в прошлом пока фараон искренне считал себя богом он мог спокойно повелеть цитата всякого новорожденного сына бросайте в реку конец цитаты шмот 1.22 не испытывая при этом ни малейших угрызений совести ведь если он решил что они должны погибнуть значит так и надо если он счел что они должны утонуть значит должны для него самого все желания по определению являлись справедливыми и верными только когда его уверенность в базисной предпосылке в кавычках я всегда прав была подорвана появилась возможность заново взвесить и оценить свои решения восприятия собственной жизни поэтому раскаяние фараона не оканчивается признанием своей неправоты в данном конкретном случае оно подрывает саму основу его мировоззрения и тогда он произносит фразу которая вызывает недоумение он не только говорит цитата на этот раз я согрешил конец цитаты но и продолжает цитата я же и народ мой виновный конец цитаты потому что в своих мыслях он сейчас возвращается к далекому прошлому его впервые приходит в голову что возможно все с самого начала должно было делаться совсем иначе его раскаяние не ограничиваясь тем что происходит в этот момент охватывает самые корни происходящего углубясь прошлое на десятилетия века перед его мысленным взором проходят жестокие указы против евреев недавняя отмена выдачи соломы для производства кирпичей при сохранении производственной нормы давний указ бросать младенцев в реку и даже само по себе порабощение евреев в Египте фараон не исключителен в том довольстве с собой которое ранее надежно предохраняло его от всякой самокритики он является неутрированным образцом злодея но обычным человеком пусть тот и не растет в тех же условиях что фараон не совершает тех же грехов не думает как он но несмотря на все отличия фараон продолжает оставаться обычным человеком ведь основная проблема фараона препятствующая его раскаянию и возвращению к творцу та же что у любого обывателя пророк Ехескет 29.3 вкладывает в уста фараона видимо не того что правил во времена исхода фразу цитата не принадлежит моя река и я сам себе себя сотворил конец цитаты в сущности это означает в кавычках я средоточу совершенство кавычки закрывается эта идея в своей крайней форме сформулированная фараоном живет в душе каждого для того чтобы перед человеком открылась возможность раскаяния он должен изменить подобный образ мысли поэтому и фараон и многие другие люди несмотря на все отличия между ними проделывают сходный путь к сожалению в конкретном поступке внезапно влечет за собой новый взгляд на вещи благодаря которому прошлое приобретает совершенно иное значение в таком случае покаяние не ограничивается конкретным случаем послужившим исходной точке расширяясь оно охватывает все бытие полное раскаяние раскаяние фараона должно преподать нам урок это относится и к его масштабу и к стремлению разобраться в корнях греха раскаяние никогда не дается легко даже когда человек выражает его и хочет вернуться к творцу на его пути могут встать серьезные препятствия и в этом смысле фараон также являет прекрасный пример одна из основополагающих проблем связанных с раскаянием состоит в степени его серьезности известно выражение смотри например Таня глава 11 цитата злодеи полны раскаяния конец цитаты это означает что и законченный злодей не живет в гармонии со своими грехами бывают моменты когда и у него на душе скребут кошки и он хочет вернуться к творцу но почему сказано в кавычках полны раскаяния одно из объяснений акцентирует именно на употреблении слова в кавычках раскаяния во множественном числе оно многократно они многократно каются но как и не отказываются от греха это подобно известному анекдоту о курильщике уверявшим что бросить курить пустячное дело ведь он сам бросал курить уже сотни раз точно так же и злодеи полны раскаянии они вновь и вновь с каждым разом все сильнее раскаиваются в одном и том же грехе а в промежутках между самобичеваниями они совершают те же самые поступки что и раньше в талмуде йома 86b сказано что когда человек совершает грех и повторяет его тот становится ему как бы разрешенным с повторными покаяниями может возникнуть столь же опасная ситуация первое раскаяние не проходит бесследно но когда человек кается во второй раз в третий в пятый он начинает воспринимать само раскаяние как процесс который можно бесконечно повторять ничего не меняя дополнительная проблема возникающая в связи с раскаянием состоит в том что часто человек раскаивается иногда даже от всего сердца но совсем не в том в чем следовало иногда речь идет даже не о другом поступке а о малозначимой части самого греха известна история о женщине которая пришла к Рэбе чтобы узнать как ей искупить свой грех она по забывчивости нарушила предписанный законом пост выслушав признание женщины тот рассказал ей такую историю однажды священник попросил знакомого еврея заменить его в исповедальный на исповедь пришел крестьянин покаянно признавшийся в краже веревки в кавычке откуда ты взял эту веревку кавычки закрываются удивился еврей выяснилось что этой веревкой была привязана чужая корова которую крестьян украл и увел с собой и это все не отставало от него еврей кавычки открываются владелец коровы продолжил свой рассказ крестьянин заметил кражу и попытался силой вернуть ее а ты что сделал спросил еврей а я его убил ответил крестьянин тут еврей не выдержал и закричал на него убийца и в этом месте раввин рассказывавший женщине эту историю громко крикнул убийца женщина упала в обморок оказалось что когда-то она задушила младенца родившегося от внебрачной связи тогда эту историю удалось скрыть а теперь она пришла к раввину покаяться в том что по ошибке поела в день поста эта проблема возникает довольно часто пусть и не в столь крайней форме занявшись самоанализом человек мог бы что-то в себе изменить но он ограничивается исправлением внешних аспектов своего поведения в определенной ситуации думает что это достаточно между тем подлинная проблема остается нетронутой раскаяние такого рода полезно лишь в определенном контексте со временем его результаты стираются подобная проблема зачастую возникает при попытке лечения онкологического заболевания операционным путем удалить опухоль при помощи операции как правило сравнительно легко сложность состоит в том чтобы проследить за распространением болезни выявить ее истоки убедиться что не осталось зараженных клеток в противном случае окажется что вся операция не имела смысла иногда человек произносит слова кавычки на этот раз я согрешил кавычки закрываются разумеется это уже очень много однако он поднимается еще поднимется еще выше если проанализировав все истоки и ответвление совершенного греха придет к выводу что Господь праведен я же и народ мой виновны раскаяние фараона охватывает события произошедшие за два столетия до его рождения поэтому поняв что совершенный им только что грех проистекает не из наглядно зримой ситуации он разбирается в корнях проблемы смотреть в корень привычная для каждого религиозного еврея исповедальная молитва построена на тех же принципах раскаяния которые мы видим у фараона одним из центральных мотивов раскаяния является стих цитата тогда признаются они в своей вине и в вине их отцов конец цитаты в экран 26-40 на первый взгляд сказанное здесь непонятно какое отношение имеет к личному раскаянию грешника в кавычках вина отцов этот момент принципиален для понимания сути раскаяния не случайно даже в молитве за грех произносимой в емкий пор говорится цитата мы и наши отцы грешили конец цитаты и вновь возникает тот же вопрос при чем тут в кавычках наши отцы к чему втягивать их в собственный процесс покаяния подлинное покаяние должно дойти до самого корня греха охватить его проявление во всех областях жизни порой человек склонен снисходительно отнестись к себе и сказать в кавычках в сущности я неплохой парень кавычки закрывается подобный подход оказывается препятствием на пути к подлинному всеохватывающему раскаянию иногда человек смотрит на себя и на своих родителей и думает кавычки в сущности в чем-то я даже лучше своего отца значит со мной все в порядке кавычки закрываются формулировка в кавычках мы и наши отцы грешили означает что мы должны критически отнестись не только к себе но и к своим отцам дедам прадедам самоанализ не может остановиться перед проверкой основ на которых держится наша жизнь допустим даже что ко мне в рамках моих жизненных установок не придерешься но возможно эти установки неверны изначально если обратиться к истокам возникшей сейчас ситуации глазам предстает совсем иная картина все наше бытие будет выглядеть по-другому это понял фараон сказав цитата я же и народ мой виновный конец цитаты часто человеку просто не приходит в голову попытаться посмотреть на вещи в широком контексте иногда спрашиваешь человека о том что его беспокоит и он отвечает мол все в порядке возможно он и озабочен тем что случится с ним через год другой но по крайней мере в настоящем ничто не вызывает у него тревоги он не задумывается над тем все ли в порядке в его жизни в целом каковы истоки его жизненных установок в подобном случае если человек охватывает взглядом все свое бытие и получевшаяся картина при всех ее изъянах и недостатках кажется ему приемлемой его раскаяние не сможет стать полным если я принимаю определенный образ жизни как данность убежден в том что он должен быть именно таким значит я в принципе не способен к раскаянию не считая отдельных локальных проблем сказанное здесь совсем не означает что не нужно заниматься мелочами разумеется это важно имеет самостоятельное значение но если ученик старательно и каллиграфически выводит каждую букву не замечая при этом что пишет полную галиматью значит у него смещена система приоритета в истории десяти казней фараон переживает огромное потрясение в небе раздается громы подобных которым он еще не слышал на землю летит смертоносный невиданный прежде град обрушившаяся на Египет катастрофа повергает фараонов трепет и тогда-то он задумывается в кавычках а может быть я все-таки не бог кавычки закрываются эта мысль поражает его словно громом он снова и снова спрашивает себя как прошла вся моя жизнь когда рушатся самые базисные жизненные установки все воспринимается в ином свете именно теперь можно начать всю историю заново мы завершили чтение комментария раввина 1 Эвин Исраэль Штензальц Зихрано Цадик Левраха к недельной главе ВРА прочитал комментарий Алекс Сапко мы продолжаем читать комментарии равва 1 Эвин Исраэль Штензальц Зихрано Цадик Левраха к недельным разделам Торы напомню что мы читаем книгу Шмот и сегодня мы прочтем комментарий главе Бо заключение раздела Бо кульминации которого является казнь первенцев Тора приводит ряд законов также связанных с данной темой этот отрывок начинается со слов цитата посвяти мне каждого первенца в среде сынов Израиля Шмот 13.2 конец цитаты в прошлом первенцы занимали особое положение они получали двойную долю наследства и выполняли священнические функции однако этот статус за ними не сохранился возможно его последним отголоском является обычай согласно которому в синагоге нет левитов руки коэном омывает один из первенцев но в чем состоит их особенность они удачнее достигают большего известно что у животных это не так второй плод как правило оказывается успешнее первого а третий еще более успешный у людей все устроено не столь просто в Торе тема первородства имеет множество разных аспектов в историях Торы первенцы имеют не такое уж большое значение в различных стихах цитата Реувен ты мой первенец конец цитаты Боришит 49.3 или цитата мой первенец Израиль конец цитаты Шмот 4.22 прослеживается идея их преимущества однако на практике мы все время сталкиваемся с соперничеством между первенцем и избранным самый первый из них в истории Каин не оставил после себя доброй памяти мудрецы спорят о том являемся ли мы так же и потомками Каина безусловно такая родословная объяснила бы многое в истории человечества подавляющее большинство центральных героев Торы за исключением Авраама не являются первенцами у отца Ицхак Йосеф Иуда Маше Давид Шлома этот перечень можно продолжить с другой стороны в законах Торы первенцам отдается явное предпочтение помимо законов относящихся к первенцам людей Тора наделяет святостью первенцев чистых животных которые приносятся в жертву а также первенцев ослов которые не могут быть принесены в жертву и поэтому выкупаются или же им надо переломить затылок на особое отношение к тому кто появляется на свет первым указывают и некоторые заповеди относящиеся к иным областям таковы законы об омере из начатков жатвы о первенках плодов земли о приношениях священникам которые называют словом решит на начатке и о первой части состриженной шерсти овец однако Тора не дает ответа на вопрос почему в сущности надо искупать первенцев людей и что происходит с теми кто так и остались невыкуплены разумеется никто не собирается передавать их священнику или переламывать им затылок в сущности с таким человеком ничего значимого не происходит что же означает пресловутое первородство каково место первенцев почему первенец получает особый статус имея дополнительные права обладает святостью свят Израиль Господу первичность в целом можно сказать что ответ на поставленный вопрос связан не с самостоятельной ценностью первенца а с нашим переживанием первичности первичным с тем особенным чувством которое пробуждает в нас то что происходит в самом начале быть может первоначальные результаты далеки от идеала однако заслуженно это или нет наше отношение к тому что появляется на свет впервые оказывается наиболее глубоким и в корне отличается от восприятия всего что произойдет впоследствии мы часто сталкиваемся с этим в повседневной жизни мы поражаемся всякому творению человека однако наиболее острые чувства вызывают у нас то что было создано в начале о первом в мире ребенке сказано цитата приобрела я человека с господом конец цитаты баришит 4.1 второго и третьего просто нарекли именами о последующих детях адама и хавы сказано цитата и породил он сыновей и дочерей конец цитаты баришит 5.4 первая буква которую выводит ребенок не будет написана каллиграфическим почерком но она первая все многочисленные все многочисленные буквы которые будут им написаны впоследствии не вызовут у родителей таких эмоций в Талмуде Сан-Эдриан 22б говорится о формирующем влиянии которое оказывает на женщину ее первый брак особое значение имеет для нас и такое тяжелое переживание как первая встреча со смертью таким образом во всех областях первое творение отнюдь не является не всегда идеально первое переживание далеко не всегда является наиболее полным часто они уступают тому что придет впоследствии однако они удостаиваются особого исключительного места в человеческой памяти в конце концов двоих первенцев просто не может быть поэтому даже если первенец не достигает особых успехов как Рувен о котором сказано цитата превосходство величия и превосходство могущества конец цитаты Боришит 49.3 он все равно остается первенцем этому следует и Аллаха даже первенец нелюбимой жены или рожденный вне брака первенец получает двойную часть наследства невзирая на то что другой сын любим и рожден в лоне закона этим объясняется и то значение которое придается традиции изучения Тора в раннем детстве казалось бы это нелогично ведь ребенок не до конца осознает смысл получаемой информации в то время как взрослый гораздо полнее понимает изучаемый материал однако на практике именно то что изучается в начале западает глубоко в душу в то время как все приобретенные последствия познания как бы важны и интересны они не были не оставляют подобного отношения подобного отпечатка об этом сказано а вот 4.20 цитата чему подобен тот кто учится в детстве новому пергаменту на котором что-то написано чернилами а чему подобен тот кто учился в старости затертому пергаменту на котором что-то написано чернилами возможно на новом пергаменте было написано Ошибочное утверждение, которое пришлось стереть, чтобы написать на этом месте справедливое высказывание. Однако, определенная нечеткость в последнем вызвана уже тем фактом, что оно написано на месте стертого текста. Мы говорим здесь не о количественной разнице в интенсивности эмоциональных переживаний. В этом смысле эмоции подобны числам. Всегда найдется большее число, но не может быть еще одной единицы. В первичности есть то, что не поддается изменению, что нельзя стереть. В Талмуде, брахот 32b, приводится следующий, почти хасидский, комментарий. Цитата. «Сказала она, община Израиля, пред ним, владыка мира, пред престолом твоей славы нет забвения. А если ты не забудешь о грехе золотого тельца, сказал он, и эти будут забыты». Конец цитаты. «Сказала она перед ним, владыка мира, есть забвение пред престолом твоей славы. Но если ты забудешь о происшедшем на горе Синай, сказал он, я не забуду тебя». Цитата Ишиягу 49.15. Отметим, что слово «я» передается в этом стихе формой анохии, которая используется в начале десяти заповедей. После того, как народ на горе Синай принял на себя соблюдение Торы, провозгласив «исполним и поймем». Он сделал золотого тельца, а впоследствии и множество различных идолов, которым поклонялись как сами евреи, так и весь мир. Но навеки останутся именно сказанные в самом начале слова «исполним и поймем». Утрата первичности. Таким образом, идея первородства должна указать нам, что именно человеку следует делать в жизни, на что ему надлежит направить в кавычках начаток силы, свои самые первые силы. Цитата «Поэтому я жертвую Господу всех самцов скота, открывающих лона, а всех первенцев из моих сыновей я выкупаю». Конец цитаты. Шмот 13.15. Всевышнему следует посвятить именно то, с чем у нас устанавливается наиболее глубокая душевная связь. То, что неповторимо. И мы должны проверить себя, кому мы отдаем в кавычках первенки в самых разных областях и сферах деятельности – Творцу или Молоху. Поэтому, как только ребенок начинает говорить и выучит фразе «Шма-Исраэль», напрашивается вопрос, какое это имеет значение. Неужели ребенок в таком возрасте может понять, что это значит? Во всяком случае, несомненно, он лучше поймет это, когда подрастет. И все-таки взрослые пытаются достичь того, чтобы первой произнесенной им фразой, в кавычках, первенцем речи, стало именно это предложение, чтобы именно оно запечатлелось в душе. Помимо первых плодов, бывают и первые деяния, и первые мечты. Взрослее люди совершенствуются в разных областях. И это относится также и к желаниям, и к мечтам, но все-таки первые мечты человека. Имеют особую важность. Однако, нельзя пройти мимо принципиальной проблемы. Нередко оказывается, что самые первые шаги делаются человеком, не понимающим их смысла. А когда это понимание приходит, невозможно воссоздать ощущение первичности. В юности человек не всегда понимает значение того, что делает. Чему впервые отдается всей душой. Лишь впоследствии, задним числом, можно увидеть, что многое можно было сделать гораздо лучше. Однако, это осознание приходит уже тогда, когда невозможно совершать подобные поступки с первоначальным воодушевлением. Это подобно невинности, которую можно потерять лишь однажды. Младенец – это воплощенная первичность. Однако, по мере взросления, ее становится все меньше и меньше. В молодости многое совершается впервые, самым естественным образом. В более зрелом возрасте количество такого рода вещей неуклонно уменьшается. Один из комментариев к стиху Таилим 127.4 цитата «Что стрелы в руки сильного, то сыновья юности». Конец цитаты. «Как посланную стрелу не вернуть в колчан, так как повзрослевших детей не вернуть в отчий дом». Но и поступки, совершаемые в молодости, в кавычках «сыновья юности», подобны, в кавычках, «стрелам в руке сильного». Их нельзя повторить. Впрочем, каждый день в жизни человека является единственным, в своем роде и в том смысле первым. Так что рост человека не прекращается до самой старости. Даже смерть относится к числу событий, происходящих человеку впервые. Однако с возрастом количества того, что мы испытываем и переживаем впервые, становится все меньше. И такие вещи происходят с нами гораздо реже, чем в детстве и юности. И хотя все поддается исправлению, начать жизнь с чистого листа – наиболее сложная задача. Один из хасидских учителей предлагает следующую аллегорическую интерпретацию слов Иуды. «Ведь как я вернусь к своему отцу, если юноша не будет со мной?» Конец цитаты. Бориши 44.34 «Юноша» – это сам человек в свои юношеские годы. Ведь многие люди, восходя к нашему отцу на небесах, забирают с собой лишь последние годы жизни. Цитата «Отдай мне первенца из твоих сыновей». Конец цитаты. Таким образом, все первичное надлежит посвящать Творцу. Цитата «Отдай мне первенца из твоих сыновей». Конец цитаты. Шмот 22.28. Во многих книгах написано, что поскольку каждый день являет собой что-то новое, этот принцип нужно воплощать в жизнь, устремляя поутру свои первые мысли к Всевышнему и к Его Торе. Это одна из причин, по которым первыми словами «утром», сразу после пробуждения, произносимой еще до утреннего момента рук, должно стать следующее «Благодарю Тебя, Владыка Живой Исущий, за то, что милостиво возвратил мне мою душу. Велико Твое доверие ко мне». Конец цитаты. Понятно, что мало кто декламирует это с выражением. Часто бормочет по привычке и в полусонном состоянии. Почему же мы все-таки произносим «благодарю Тебя»? Чтобы эти слова каждый день оставляли след в душе, подобно зарубке на камне. Ведь кто знает, как человек проведет весь свой день после этого? По той же причине многие стараются не совершать никаких дел до утренней молитвы. Этим объясняется и значение, которое мы придаем Рошашана. С него начинается Новый год. «Крайне сложно выработать в себе способность вновь приступить к делу, как к совершенно новому начинанию, после того, как ты уже многое пережил и испытал. Ни в одной из книг, посвященных Раскаянию, не найдется указаний, как стать обновленным человеком. Как может возникнуть то, подобного чему никогда еще не было? Про Каина сказано, Боришит 4.3, что он принес дар Господу, цитата, «от плодов земли». Несомненно, это были не худшие плоды из его урожая. В отличие от него, цитата, «Хевель принес также и он из своих первородных овец». Конец цитаты. Лишние, казалось бы, слова, в кавычках, «также и он», указывают на то, что он принес в жертву не только приплод, но и самого себя. Тот, кто способен принести Всевышнему самого себя, может достичь того уровня, когда, цитата, «ты обновишь, подобно орлу, свою юность». Конец цитаты. Таилим 103.5. Начать жизнь с чистого листа, ощутить все заново, так, как ощущает ребенок. Мы завершили чтение, комментария к главе «Бо» в книге «Шмот» «Равина 1 Эвен Исраэль Штензальц» «Зихрано цадик левраха» из его книги «Вечный мир» в переводе с иврита Вениамина Ванникова прочитал комментарий «Алекс Сапко». Мы продолжаем чтение комментариев к недельным разделам Торы «Равина 1 Эвен Исраэль Штензальц» «Зихрано цадик левраха» по его книге «Комментариев», называющейся «Вечный мир» «Хаэй-Улям» в переводе с иврита Вениамина Ванникова. Сегодня мы прочитаем комментарий к недельной главе «Бэш-Алах». В этом и последующем разделах описаны два великих события исторического масштаба, определившие развитие еврейского мировосприятия на протяжении поколений – рассечение моря Суф и дарование Торы. Рассечение моря Суф было явным чудом. Более того, в еврейской традиции оно воспринимается не столько как чудо, сколько как раскрытие будущего, как средоточие откровения. Наглядность вмешательства Творца в момент рассечения моря стала кульминацией исхода, завершением процесса, начавшегося египетскими казнями и тем чудом, когда, цитата, «отличил Господь скот Израиля от скота Египта». Конец цитаты, Шмот 9.4. Евреев, не побоявшихся вступить в море, ожидает спасения, в то время, как преследующие их тонут в его водах. Все происходящее выстроено так, чтобы максимально наглядно показать, что это событие даруется в кавычках «дланью Господа», в кавычках «десницы Господа». Рассечение моря – великое событие, имеющее огромное значение. Если к этому добавить песни, которую евреи воспели Господу после своего спасения, если вспомнить все знамения и чудеса, которые были с этим связаны, можно себе представить, что происшедшее вызвало у народа ничем не сравнимое ощущение наступления великих времен. Неудивительно, что в традиции рассечение моря Сув многократно упоминается как «великое событие». Цитата. «Даже младенцы в череве матерей воспели песнь у моря». Конец цитаты. Бароход 50а. Процесс рассечения моря принципиально отличается от прежних чудес, будь то превращение воды в кровь, нашествие лягушек или гибень первенцев. В ходе постигших Египет казней чудеса происходили как на земле, так и на небе. Однако, они носили локальный характер, затрагивали лишь внешнюю оболочку мироздания. То, что воды стали стеной, утратили свои свойства и обрели другие, оставаясь при этом водой, было воспринято совершенно иначе. Внезапно изменилась сама природа вещей. Само мироздание словно утратило свою незыблемость. Весь наш опыт ориентирования в реальности потерял значение. Море уже не море, вода не вода, суша совсем не такая, какой была перед этим. Говоря, что «рабыня у моря видела то, чего не видели Ешиягу и Ехескель» конец цитаты Мехильта де Раби Ишмаэль Бешалах 3 Мудрецы подразумевают, что тогда стали ощутимыми и осязаемыми для всех даже такие вещи, которые в обычных условиях трудно воспринять и самым великим людям. При рассечении моря стало очевидным, что материальный мир не является собой замкнутую, фиксированную систему, что он может подвергаться кардинальным изменениям. Представление о природе как о неизменной упорядоченной структуре, как о совокупности константных законов потерпело крах. Подобное чувство должен испытывать человек, который понимает, что все происходящее в привычном мире является театральным представлением. А дом, деревня, все то, что он видит вокруг, только сценические декорации. Когда раступилось море, они ушли куда-то в сторону, словно мир на мгновение утратил свою четкость. Потом вновь обрел форму, но совсем не похожую на прежнюю. То, что было водой, стало сушей, и возникло ощущение, будто в мире не осталось ничего стабильного, фиксированного, будто отныне возможно все. Впоследствии. Перед нами, безусловно, события эпического масштаба, великих, изумительных деяний, но я хочу посмотреть на происходящее взглядом, в кавычках, снизу. Не со стороны пророка, а с точки зрения рядового еврея. Можно утверждать, что таким образом мы не сможем разглядеть главного, однако, в конце концов, Тору читаем именно мы, и такова точка зрения большинства из нас. Итак, наш герой покидает Египет. Он никогда не занимает особого положения, а является просто одним из безымянных участников великих событий. Он идет вместе со всеми, в общем потоке. Что же с ним происходит? Примем рассечение моря как точку отсчета и рассмотрим последовательность действий, действительных, дальнейших событий. Народ должен был продолжать свой путь. Когда море вернулось к своей прежней границе, все внезапно завершилось и вновь надо было идти по пустыне. И вот этот еврей шагает в толпе. Еще недавно он был уверен, что стоит на пороге смерти, а вслед за этим неожиданно ощутил себя за гранью всего материального мира. Прошло какое-то время, и он рухнул с этих заоблачных высот, вновь очутивших в рамках привычной реальности. Что происходило с этими людьми? Как они могли жить с этим двойным сознанием? Сразу же после того, как они перешли море и воспели великую песню, Маше повел Израиль от моря Сув. Цитата. Шмот 15.22 Почему всего пережитого народ смог сдвинуться с места только в результате активного вмешательства, понукания Маше? Люди, которые с трудом понимали, где они, и не знали, что с ними происходит, должны были вновь разбиться на порядке и отправиться в путь. Наш герой, только что вышедший из моря, не может отличить сон от яви. Мир стал другим. Видимо, этот переход и является основным испытанием, описанным в разделе. Он повторяется здесь неоднократно. В Маре, когда выпал Ман, в Рефидиум, во время войны с Амалеком, во всех этих историях видно, как трудно было людям вернуться из протеевского мира. Комментарий. Американский психолог Лифтон, характеризуя феномен кризиса идентичности, вел понятие «протеанизм» в кавычках. Протеан – многообразный, изменчивый, разносторонний, многогранный, обозначающий процесс непрерывной, неизбежной трансформации идентичности человека XX века. Конец комментариев. Во всех этих историях видно, как трудно было людям вернуться из протеевского мира, который всецело подстраивался под их потребности в мир, управляемый фиксированными физическими законами. То, что было пережито при рассечении моря, даст дополнительные силы на несколько дней пути. Но в какой-то момент это перестает действовать, окончательное осознание того, что чудо сменилось привычной реальностью, приносит глубокое разочарование. Оказывается, мир все еще существует. Это не обязательно падение из-за облачных высот в бездну отчаяния. Возможно, никакой катастрофы не произошло. Однако проблема состоит в том, что приходится покинуть мир, лишенный всяких законов и основанный на чуде и вернуться в мир, в котором даже вода порой оказывается непригодной для питья. Ман соединяет в себе два аспекта. Он относится как к фиксированной, так и трансформирующейся реальности. С одной стороны, он по сути своей является чудом, пища, появляющаяся в огромных количествах из ниоткуда, не может возникнуть в результате действия естественного закона. С другой стороны, он выпадает постоянно, день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Постоянство появления лишает это событие орела чудесного. Люди перестают ему удивляться, даже понимая, что перед ними чудо. Оно становится частью рутины, в кавычках так и должно быть, в кавычках так меня учили дома. Подобно тому, как в наше время ребенок знает, что утром он может зайти в магазин, купить булочку, ребенок, родившийся во время странствий в пустыне, знал, что утром надо выйти собирать ман. Для него в этом не было ничего удивительного. Привыкают ко всему, и небесный хлеб не является исключением. Его появление кажется само собой разумеющимся, к нему начинают относиться как к обычному хлебу. Вся жизнь в пустыне была построена на этом сочетании. Сразу же после Мары евреи прибыли в Эйлим. Цитата. А там двенадцать источников воды и семьдесят финиковых пальм и расположились там при водах. Конец цитаты. Шмот пятнадцать двадцать два. Текст допускает и иное прочтение, согласно которому речь идет не о семидесяти пальмах, а о семидесяти видах фиников. Но в любом случае это число не случайно. Медраж Михильта там же один поясняет цитата «двенадцать источников соответствует двенадцати коленам Израиля, семьдесят финиковых пальм, семидесяти старейшины». Конец цитаты. Это подобно тому, как если бы в пустыне путешественник внезапно обнаружил, что на песке написаны его инициалы. После разочарования пережитого в Маре евреи прибывают на новое место, где двенадцать источников и семьдесят пальм придают им ощущение встречи с чем-то знакомым. Им вновь начинает казаться, что окружающая их природа скроена по их мерке, что мир будет таким, каким он они захотят. А затем они уходят оттуда, им вновь предстоит путь по пустыне, голод и жажда. Этот цикл воспроизводится постоянно. Необходимость иметь дело сочетанием чуда и рутины касается каждого, на каком бы уровне он ни находился. И простому человеку, у которого нет ни времени, ни желания заниматься философией, приходится сталкиваться с вызванными этим вопросами. Человек остается человеком. Мы знаем об испытании Авраама, об испытании других праотцов и пророков, но что мы можем вынести из этого для себя? Видимо, мы вправе прийти к выводу, что проблемы человека, независимо от того, что ему довелось пережить, остаются теми же. Люди часто предъявляют претензии к Творцу. Если бы мы видели откровенные чудеса, как наши предки, то давно бы раскаялись во всех грехах. Выясняется, однако, что это не так. Все чудесные события, описанные в разделе Бэшалах, все происшедшие в нем откровения, не мешали впоследствии простому еврею жаловаться, возмущаться и затем плясать вокруг золотого тельца. И в будущем ему не раз еще придется водить такие хороводы вокруг разных идолов. Все чудеса, сопутствовавшие евреям во время исхода, не воспрепятствовали появлению Короха и Зимри. Зимри питался маном с самого детства, но, как выяснилось, и небесный хлеб не защищает от соблазна. Собрав утром свою порцию мана, он отправлялся к медейнятянкам. Об этом сказано, а вот 4.9 цитата. Каждый, кто живет по законам Торы в бедности в начале своей жизни, не оставит ее в конце жизненного пути, когда разбогатеет. А каждому, кому жить по Торе мешало богатство, в конечном итоге помешает жить по Торе бедность. Тот, кто не посчитает нужным соблюдать Тору, пойдет по этому пути, независимо от того, столкнется ли он с бедами и несчастьями, или же напротив с явными чудесами. Тот, кто соблюдает Тору, не отступится от нее и в час страшных потрясений. Происходят чудеса или нет, мы все равно оказываемся перед испытанием. В каком-то смысле именно это имели ввиду мудрецы в своем высказывании цитата «Тора дана именно тем, кто ел ман». Конец цитаты Михельта там же два. Постоянство можно ожидать лишь от того, кто готов идти к цели и в окружении чудес и без них. Именно на этом основаны испытания, которые предстояло евреям по завершении пути, когда они наконец вошли в землю обетованную. Люди, подобные Аврааму и другим праотцам, а такими были и многие из выдающихся людей нашего народа, пребывают в близости к Творцу, несмотря на ту тяжкую ношу, которую им доводится нести, несмотря на постигающие беды, несчастья и конфликты. Но тому, кто не готов к испытаниям, не поможет и спокойная безмятежная жизнь, даже чудо не изменит его природу. Возможно, ему удастся продержаться какое-то время, но настанет момент, когда природа возьмет верх. У прородка Ехэскеля 11.19 сказано, что в будущем Всевышний заменит нам каменное сердце на сердце с плоти. Но до тех пор нам придется быть теми, которых цитата «ты испытал в массе», с которыми «ты припирался» при водах моревы. Конец цитаты, дворим 33.8. Жестоковыйный народ. Можно ставить евреям в укор то, как они проходили через испытания, постигшие их в пустыне, а можно напротив хвалить их за это. В ходе испытаний во главу угла ставится способность человека выстоять, в них проявляется свобода воли, которая является той Божьей искрой, которая присутствует в душе каждого. Оказывается, что в конечном счете человека нельзя подкупить. Всевышний словно пытался сбить евреев с толку, окружая их постоянными чудесами, посылая ман и жаворонков, но, несмотря ни на что, они остались самими собой. В этом смысле характеристика еврейского народа как жестоковыного шмот 32.9 может интерпретироваться и как похвала, аргумент в их защиту. В этом можно смотреть и предмет гордости. Нас не возьмешь голыми руками, как иные народы. Их представителям порой достаточно услышать проникновенную речь какого-нибудь проповедника, чтобы ощутить себя заново родившимися. А попробуй убедить еврея сдвинуться хотя бы на сантиметр. Он из тебя всю душу вытрясет. Человек имеет все основания гордиться свободой воли. Его независимый выбор подобен деянию Творца. Эта свобода может быть использована как во вред, так и во благо. Но именно через нее пролегает наш путь к величию и славе. Внешние воздействия не могут заставить человека измениться по существу. Все чудеса и даже хлеб с небес не могут изменить внутренние сущности человека сами по себе. Она способна трансформации, но исключительно в результате собственного воли изъявления. Анонимный герой нашего раздела, самый обычный еврей, вышедший из Египта и ставший свидетелем расчленения моря Сув, не утратил присущие ему толики упрямства и бунтарства. С ним можно иметь дело, но он требует иного подхода. С чудесами или без них тут есть чем заняться. Мы завершили чтение комментариев к главе Бешалах из комментариев к недельным разделам Торы Рава 1 Эвен Исраэль Штенцальц. По его книге Вечный мир напомню, что мы читаем комментарии к книге Шмот. Прочитали сегодня комментарии к главе Бешалах. Продолжение